Юрфак Юридическим уклоном, поэтому все такое тоже традиционное, но в нетрадиционном формате, в формате квиза. Неделя юриста – это история, которая связана с днем рождения университета, казанского императорского, казанского федерального, казанского государственного. И связано это с тем, что на протяжении многих лет мы праздновали день рождения юридического факультета, также в ноябре. Ну вот немножко мы сейчас сместились в связи с праздничными днями декабрьскими уже с днем юриста, мы сместились на декабрь, но мы праздновали всегда день рождения юридического факультета. И в этом году решили это сделать, ну так, масштабно, именно потому что с пандемийного года мы не проводили большого концерта, который был посвящен дню рождения юридического факультета. На второй день состоялась dorm party, на которой ребята были разделены на команды и выполнили ряд заданий и главоломок, связанных с защитой прав и интересов в суде. После успешного прохождения квеста провели гитарник, на котором ребята смогли поделиться историями своих студенческих дней, спеть песни и просто хорошо провести время в дружной атмосфере. 6 декабря прошло powerpoint party. Профбюро студентов и гражданско-патриотический комитет юридического факультета подготовили темы, по которым ребята должны были в течение 30 минут разработать проекты, а затем представить их перед всеми присутствующими. Формат не был ограничен. Это могли быть как презентации рисунки, так и частушки с танцами. Это формат печи-кучи. Здесь ребята будут создавать проекты и делать все в формате презентации. И темы у нас очень интересные, то есть они связаны с правовой тематикой, также с тематикой гражданко-патриотического воспитания. В жюри непосредственно наши студенты, те, которые занимаются как раз разработкой презентации, которые у нас отвечают за проектную деятельность, также в студенческом совете. Поэтому определять победители будут, естественно, они. И победители определяются из того, кто подготовил презентацию, которая, во-первых, содержательный, точки зрения все полноценно раскрывает, и также выглядит достаточно презентабельно. Интерактивный день завершился мастер-классом «Дресс-код для успешной карьеры» от бизнес-стилиста Ларисы Жилновой. Она рассказала, как происходит самовыражение через одежду, что лучше всего надеть на переговоры, в чем уместно проходить собеседование и как должен выглядеть юрист, которому будут доверять даже самые сложные дела. Успешный юрист, он всегда вызывает такое ощущение, что он может обеспечить вашу безопасность, он вызывает доверие и что он может решить ваши вопросы. Вот это такое ощущение, когда ты подходишь к человеку, и ты прям понимаешь, что он такой. И ты в этот момент думаешь, блин, вот я хочу с этим человеком работать. Юристы относятся к той сфере, где у нас соблюдается дресс-код. То есть у нас есть сферы, где мы можем быть свободными, ну, например, я директор маркетингового агентства, там нет дресс-кода. Но если я, например, работаю на госслужбе, если я работаю в банке, если я работаю в юриспруденции, то эти сферы, они предполагают, что мы соблюдаем дресс-код. Дресс-код – это у нас пиджаки, это деловой стиль, это у нас платье-футляры, если мы берем женский вариант. И вот именно, когда я спрашиваю, как выглядит успешный юрист, все сразу говорят в костюме, там с портфелем, или там в галстучке. Вот, поэтому вот этот стереотип успешного юриста как раз мы и соблюдаем, потому что он у нас у всех быстрее всего срабатывает. В финальный день недели юристов состоялся торжественный концерт, в подготовке которого приняли участие не только студенты, но и преподаватели юридического факультета. Конечно, спасибо нашему студенческому совету, потому что только благодаря студентам, на самом деле, вот все это может быть организовано на таком высоком уровне, с одной стороны, а с другой стороны, вот так разносторонне, с кухнями народов мира, со спортивными квизами и все остальное, это то, что придумывает, на самом деле, наши замечательные юрфаковцы. В концертную программу вошли юмористические зарисовки от театральных коллективов, рассказывающие об учебных буднях студентов и преподавателей, народные и современные танцы и вокальные номера. День рождения юридического факультета – это одно из таких наиболее знаковых событий в жизни факультета. И причем, ну, я могу вспомнить, что один из таких дней был в начале 90-х годов, когда мы еще были студентами, и в 94-м году, собственно говоря, мы в какой-то степени, может быть, возродили этот день юрфака, который некоторое время до этого не проводился. Но сейчас это такой светлый праздник на нашем факультете, когда все лучшие силы и студенческие, и преподавательские собираются в едином порыве и представляют замечательные номера, концертные программы. Для меня, как для выпускника, это день достаточно запоминающийся, потому что, во-первых, это какая-то новая веха в моей истории студенчества, во-вторых, это веха с точки зрения выступления, потому что у меня сегодня дебют на сцене, до этого я три года участвовал в качестве техгруппы, и, соответственно, первый выход на сцену достаточно волнительно. Неделя юристов запомнит совсем надолго, ведь в ее создании принимали участие все, кто причастен к этому нелегкому, но очень интересному направлению – юриспруденции. Именно оно объединило ведущих преподавателей и талантливых, умных и активных ребят, которые сейчас представляют юридический факультет, и которые скоро смогут встать на защиту прав и свобод граждан.